Особое мнение на 101FM Кирова.ру Правый верхний угол Гражданин Так подписался наш слушатель Он интересуется Вы один из самых обеспеченных депутатов нынешнего созыва Гордумы Занимаетесь ли вы благотворительностью Поддерживаете ли местное НКО Или может быть стартапы молодых бизнесменов Ну хороший вопрос Благотворительность Да, благотворительность Ну во-первых я хочу сказать Что мой доход формируется Это мой оборот по индивидуальному предпринимателю То есть порядка 18 миллионов Поэтому это не все является моим доходом Это в принципе оборотное средство Того направления которым я занимаюсь Но это открытые данные И вы их указываете в своих декларациях Да, да, к сожалению Это вот не чисто как бы знаете Вот НДФЛ Который бы я там заплатил 13% Словно говоря И получил бы эти деньги Ну в доход Это все считается так Но на самом деле Я уже многие годы там Занимаемся благотворительностью Я до некоторого времени там был И президентом федерации Спортивной борьбы Кировской области Потом вице-президентом Еще вице-президентом двух федераций И я всегда в детский спорт вкладывался Конкретно То есть моя всегда была целевая аудитория Это детские соревнования Там и спортивные сборы какие-то И покупка формы И финансирование каких-то футбольных турниров Баскетбольных И вот я давно уже хочу Не первый год Вот должны руки дойти И как бы найти человек Который мог бы организовать Я хочу ввести школьную лигу Городскую Да Школьная лига По волейболу и баскетболу То есть у всех есть Спортивные как бы залы Соревнования проводятся В некоторых Между некоторыми школами Ну хотелось бы Такой городской турнир организовать Ну может быть там Например на кубок Какого-то предприятия Или какого-то человека Ну вот я противникам Некоторые предлагают Давайте на кубок депутата Журлева Ну и вот мне не хотелось Слишком уж на рассчитан По вашему мнению Дело не в скромности Дело в том Что вот ну не хочется Вылазить как бы так вот вперед Лучше кубок Городской кубок Например там Ну какого-то там Придумать можно Это кстати Можно отдать на откуп Например этим же школьникам Участника Пусть они выберут название Самое которое там Подходит городу Подходит к этому виду спорта И так далее И вот это Я хотелось бы сделать Я думаю что я за него возьмусь Но это планы Владимир Вениаминович А вот в настоящий момент Постоянно проводятся соревнования Мы постоянно выделяем Какие-то деньги Теперь вопрос к НКО Некоторые общественные инициативы Молодежные инициативы Там например там Ну в Гагаринском парке Я проинвестировал Некоторые там вещи В парке Кирова Там есть вещи там Ну во многих детских Вы имеете ввиду Какие-то новые объекты Появились в том числе Благодаря вам да Ну вот порядка За прошлый созыв За пятый Да за пять лет Ну я где-то считал Ну где-то 4-600 миллионов Я только потратил личных денег Личных Это не на депутатские наказы Это личные Да 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 Елена Васильевна как-то Ковлева сказала Владимир Владимирович Да это же депутатские деньги Я говорю Если я говорю что трачу свои деньги Это мои Депутатские Так называемые депутатские деньги Которые все депутаты как бы распределяют Это деньги бюджетные Я никогда их не называю своими деньгами Это все-таки Это деньги граждан И в распределении Всегда мы придерживаемся строгой вот такого отношения Что вот Есть общая политика Давайте мы на это тратить Свои личные деньги Я трачу На какие-то социальные вещи Приоритет для меня Это прежде всего Подрастающее поколение Потому что вкладываться нужно в будущее Ну это некоторые там И детские сады И там Школьные образовательные учреждения Ну и спорт Особенно детский Детский спорт конечно Да 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 Так Хорошо Поддержка молодых бизнесменов Вот еще в окончании этого вопроса Знаете вот я долгие годы Вообще лет в течение Почти восьми лет Преподавал в разных институтах Университетах Экономику управления В разных вузах города Кирова Ну как бы на По совместительству Не по основному Как бы месту работы А по совместительству По часовая работа И вы знаете У меня наверное порядка Я смотрел Двух-трех десятков Студентов Которые мне были Которые мне нравились Я их потом взял на работу И они выросли даже Некоторых директоров В бизнес инкубаторе Я преподавал Там еще на разных курсах Там какие-то семинары Проходят Меня приглашают Я везде интересных людей Зацепляю И в общем-то Втаскиваю В бизнес Или там Некоторым просто Какое-то время Там перезваниваемся Курирую эти вопросы Потому что В принципе человек Который чего-то достиг Какой-то приобрел опыт Это естественно Желание Идущее изнутри Не по обязательству У нормального Взрослого мужчину Быть наставником Передать опыт И если какие-то Там вот сейчас Кто-то слышит меня Есть какие-то Интересные идеи Я готов Выслушать И я не отрицаю Того что я Каким-то образом Могу даже профинансировать Если это интересно Спасибо В том числе стартапы Потому что У молодежи часто Бывают очень нестандартные Интересные мысли Мне это всегда нравится Спасибо за этот Развернутый Полный ответ Я думаю что Наш слушатель удовлетворен И еще один вопрос Три минуты Владимир Чтобы ответить на него Чтобы уложиться До нашей паузы Почему городской думой Принято решение О заключении Конституционного соглашения С Т-плюс А не создание Муниципального Казенного предприятия По обслуживанию Тепловых сетей Которые предприятиям Принадлежат Городу И как вы голосовали Интересуется Николай Ну вот я был Явным сторонником Того Чтобы создать Или 100% Муниципальное предприятие 100% Дочку Ошку Например По Места КТК Мы об этом Уже в 13-м году Еще при Драна Дмитрия Николаевича Этой работой занимались А почему именно так? Напомните Такие риски Я объясню Во-первых Примерно 28% Всех коммуникаций По теплой и горячей воде Они принадлежат ПАО Т-плюс Мы их отдали Во времена Мэра Киселева В 2006 году Потому что Не могли уже Сами это содержать И мы отдали В счет долга У нас же долг По социальным объектам Накопился И мы эти отдали Объекты Насколько я помню Там арендная плата Она не менялась с годами 50 миллионов Где-то 60 Но мы их фактически Не получали Потому что они же Уходили на ремонт Содержания наших же сетей А примерно 72% Сетей А сейчас это прибавляется Все сдают дома И они по закону Даются в городскую казну Мы сейчас эту цифру Точно не получили Но вот в 13-й год Была пропорция 28-72 То есть мы владеем этими И там была такая проблема Когда мы в 13-м году Вскрывали Тружков Дмитрий Анатольевич Бывший Руководитель Местного филе Сейчас директор Кировского химкомбината Он был Уралхимкомбинат Мы с ним дискутировали Эту тему Очень много И мы вскрыли Такую штуку Они не ремонтировали Наши трубы Они говорят Слушайте И он мне так открыто Говорил Владимир Ивич Слушай Если это не твоя собственность Ты будешь ремонтировать Я говорю Погоди Так тебе же выделяется тариф Он говорит А никто В обязаловку это не ставит То есть на мое усмотрение Что ремонтировать Если конечно Есть Ремонтная работа Которая в тарифе есть Это одно А там еще есть Инвестиционная составляющая И вот проблема была в том Что нам вместо Инвестиционной составляющей Включали Вот они отремонтировали По капитальному ремонту В силу аварии Это Это разные работы А я знаю Что и общественная палата В своем Вот здесь недавнем отчете Указала на это Что 15 16 17 Годы нам откровенно Ну как бы условно говоря Лапшу на уши вешает Это в конце ноября Региональная группа По тарифам отчитывалась В своей работе Видимо Да А общественная палата Вынесла такое заключение Еще там Сергей Александрович Директор ПАО ТПлюс Бересевского Владимирович Слушайте У вас есть конкретные факты Или это ваше личное мнение Можно я могу Заклевету вас привлечь Ну Сергей Александрович Общественная палата Вынесла на основании документов Тарифов Проверок Ну надо отдать должное Я к Сергею Александровичу Отношусь с уважением Это другого типа Он идет на диалог Старое руководство ПАО ТПлюс Этого монополиста Гиганта Которого я считаю Мы распустили И которого до сих пор Мы не можем В уздечках держать Но это неправильно Вообще позиция государства Она регулирующая Органы контролирующие То есть таких монополистов Которые связаны Прямую с социальной Стабильностью Населения Социально-экономической Мало того Это я считаю Что у населения У пенсионного У малообеспеченного Это одна из основных Статей расхода Коммунальной оплаты В нашем климатическом условии Их надо держать Понимаете Вот жестко Знаете В шорох держать А предыдущая власть Правительства области Как бы так их отпустила Сейчас вроде бы Подходы какие-то Наметились другие Но пока жесткого контроля нет Я это и хотел Илье Вячеславович Мы с ним кстати Распорились по этому По концессии Прямо на городской Гумии И я понимаю Его желание Заключить концессию Но во-первых 35 лет Это много Почему 35 Удмуртия 16 лет Условия Там немножечко Разнятся Но на 35 лет Это называется Горизонт планирования Горизонт планирования До 2054 Да Представляете 90 процентов Тех кто голосовал Или там участвовал Вообще в этом совещании Просто в живых Не будут Через 35 лет Вот А тут как раз Принимается такое решение В противовес Министерству финансов И правительству Российской федерации Которая говорит Муниципалитетам И региональным Правительствам Принимать Инвестиционные проекты Не выше 7-10 лет С чем это связано С финансовой устойчивостью И с возможностью Я считаю Что это грубая ошибка Когда мы пытаемся На 15-20 Тем более 35 лет Слушайте Это Я считаю За такие сроки Которые Если они На такой все-таки Срок утвердят Надо снимать Главу администрации Города Потому что Это называется Нам вешают Туфту на уши Невозможно Планировать И предсекать Когда он говорил Ну мы же в любой момент Илья Вячеславович Шульгин Сказал что мы в любой момент Можем Поменять условия И даже поменять Я говорю Когда мы заключим договор Когда мы Юридически Мы уже В договоре Его сложнее В 100 раз Расторгнуть Чем сейчас Прописать в договоре Изначально Какие-то моменты И самое главное Конечно Вот опять такая позиция Как все время Парк Победы Помните Когда центральный рынок Чуть не ушел Нас по той же схеме Как Парк Победы Большинство Шульгин своим решением Принял Да В данном случае Я не вижу Коррупционных вещей Но я вижу Что это Однозначно В моем понимании Ну Управленческая Некомпетенция Так скажем Человек Может быть он В ЖКХ Он был министром ЖКХ И неплохим Может быть министром Но вопрос Юридических Каких-то вещей Он ведь не юрист По образованию Я часто вижу Но он Из-за того Что ему не хватает Компетенции Он неправильно Смотрит на решение Команда же есть Которая может подсказаться Команда видите Она немножко нерабочая Вот он привел Как бы людей Да неплохие люди Но Антон Карпинский Который зам по инвестициям Сбежал Ну с мая Понимаете Слушайте Когда ты принимаешь Кадровое решение Ты должен какую-то Нести ответственность И вот теперь Как по голосованию Ну вот к сожалению Как голосовали вы Всего 4 депутата Проголосовали Против В их сессии Я против Затем Веселова Татьяна Николаевна Еще 2 депутатов Конкретно К сожалению Не знаю кто конкретно Я думаю Что это точно Не единая Россия Это какие-то Наверное коммунисты Вотинцев Алексей Владимирович Ну я так предполагаю Что кто-то еще Из оппозиции К сожалению Моя фракция Тоже меня Остальные Депутаты Ну мы распорились По этому вопросу Фракция справедливая Россия Да Не поддержали Они проголосовали Как раз за Говорят что концессию надо Я говорю Да я не против концессии Ну давайте мы заключим договор На 10 лет С возможностью А еще лучше на 5 лет Потому что Почему на 10 лет Нам сейчас говорят При чем цена концессии Что они вложат Порядка 16 миллиардов Но нам сейчас показали Только на 10 лет Инвестиции В размере 5,2 миллиарда рублей Погодите Смотрите А почему-то А что меняется Примерно эти же деньги Мы бы вложили В рамках текущего ремонта Конечно И вот если Вот эта тонкая вещь Которая Не видя условий И основных нормативов И параметров Вот этого концессионного соглашения Голосовать за что-то Но надо кстати Отдать должное Вот смотрите Вот такой момент Уточнить Мы голосовали Не за заключение концессии А передать Для заключения концессии Имущество Вот эти наши 72 процента Может даже больше Вот этих труб Как бы в хозяйственном ведении Не в собственность Хозяйственное ведение Паутэплюс Поэтому Ну я бы Вот предлагал Как юрист Заключить на 5 лет С возможностью Потом проголосовать Еще 5 Еще 5 И так Напишите Пусть 35 лет Почему В чем акцент Вот за это время Когда мы проголосовали В октябре Да Что произошло Мы состыковались С удмуртскими депутатами С ижевскими депутатами Ижевский опыт изучался Да Вот лично я связался Мы разговаривали Они сказали о таком моменте Вот смотрите Нам докладывали Короче прошло 3 года С момента заключения концессии Да И у них Эффективность Потерь Выросла в 5 раз Ого А они официально читали Что труп они переложили Ну буквально там 6 или 7 процентов 5 или 6 даже процентов Или там 5,6 процентов О чем говорит Они так говорят Нам вешали лапшу Когда мы в тарифе Что потери Нанного меньше В 5 раз Не может вырасти Ну хорошо На 20 процентов На 15 Представьте В 5 раз То есть 500 процентов Соответственно И этот же Это же ПАО Т плюс Находится И когда нам Их приводили В качестве примера Слушайте А почему мы критически К этому не отнеслись Почему мы не просмотрели И самое главное Вот мы передали имущество И почему я не давал депутатам Они говорят Так Володе нужно же концессию Я говорю нужно Но проголосовав У нас единственный механизм Удержать главу администрации Сейчас От заключения этого договора На каких-то непонятных условиях Технических Ну так скажем Размытых условиях И это была возможность Таким образом Увидеть эти нормативные Вот какие-то параметры И так далее Но он был не готов к этому А имущество нужно было передавать Но я надеюсь Что Илья Вячеславович Поменяет свой подход И Во-первых Пригласит Экспертное Сообщество Общественной палат Там привлекли Очень много энергетиков Депутаты Большинстве не энергетики Они не могут Выступать по определению Экспертами Но те эксперты Которые в общественной палате Собрали Они однозначно сказали Что такое концессионное соглашение Нам не нужно И что это В некоторой степени Но они говорят Вот Когда на таких условиях Отдается монополист У частной компании У нас вопрос А не коррупция или это Я считаю И на этот предмет Нужно изучить И посмотреть Далек может быть от мысли Что Илья Вячеславович сам Но у него же советники Какие-то Кто-то советует На таких условиях заключать 35 лет однозначно нет Я считаю 5, 10, 15 Это более На ваш взгляд Приемлемое условие Одно из условий Вернее Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы В гостях В особом мнении У нас пауза буквально На полминуты И мы продолжим наш разговор Особое мнение На 101FM Я сейчас в перерыве Владимира Вениаминовича Спросил Знает ли он По срокам заключения Конституционного соглашения Потому что Я почему задал этот вопрос Информационный вакуум На мой взгляд Не освещаются эти вопросы широко А должны бы Наверное Вы сказали Что следующий год Будет решающим Если все пойдет Так как запланировано То с 2020 года Ну вот смотрите Там Конституционное соглашение Не быстрое Значит Законодательством Вот мы сейчас Одобрили Например заключение Конституционного Депутаты До 30 июня Они должны собрать Все параметры Подготовить Все технические условия Нормативные Это самый важный момент Но к сожалению Уже депутаты Городской думы Будут законодательно Так устроено Законодательство Что мы Отстранены от этого вопроса Но всеми политическими средствами Мы должны влиять На главу администрации Потому что он Прежде всего заказчик Это касается города Губернатор Тоже со своей стороны Как третья сторона Подписывает этот договор Но меня знаете Еще что как бы Вот волнует Ведь на самом деле Мы понимаем Что подписантом Будет не Паута плюс Кировский А это москвичи Которые стоят За этой компанией За частной Они должны В смысле стоят Головной офис Которая распоряжается Вот этими инвестициями Потому что По закону о концессии Они должны быть Кредитными деньгами Это должны быть Собственные средства Представляете Даже 5,2 миллиарда рублей На 10 лет Да Это ну не маленькие средства Но тут есть еще один момент Как только они начнут Вкладывать Например Вот с 20-го года Вкладывать инвестиции Вот эти Они уже могут Эту ставку В тариф По закону А это может быть Там никто не регламентирует Вот например Федеральная Сегодня Рост тарифа Там по-моему Не больше 4 с копейками Да Удверила на следующий год То Когда они вкладывают деньги Они тут же в тариф А там Вот этого Самого размера Его нет И мы потом не сможем Их контролировать Мы их не сможем контролировать Поэтому там Может прибавка Там в 10-15% Я сейчас Говорю Чисто теоретически Но практически Это тоже возможно И меня это вызывает Опасение Мало того Не будет совершенно На законном праве Требовать Ребята Мы там вложили 500 миллионов Мы хотим их окупить А вы знаете Частный бизнес Тем более мы понимаем Что там группа Вексельберга По-моему Да Стоит за этими За всеми вещами Ну надо понимать Это люди которые Торгуют на мировых рынках То есть это в принципе Финансовые спекулянты И когда они вкладываются В такой актив Как ЖКХ Да я уверен Что здесь Рентабельс Ооо какая Может быть 30 А то и 50% И мы знаем Что деньги Так выводились Поэтому контролировать Их надо жестко А сегодня Ни правительство области Может быть И администрация города Они не готовы По компетенциям Там нет людей Один Шульгин Все контролировать не может Один Игорь Владимирович Васильев Тоже контролировать Ничего не может Там должны быть компетентные Притом принципиальные люди Потому что я не исключаю Когда такие большие деньги Крутятся И когда это очень важный вопрос То есть там Возможно и подкуп И какие-то там И мошенничества В общем не совсем Законные вещи Вот у меня есть подозрение Что там цифры Точно не выдают Есть подозрение Хочу проверить Цифры никто конкретно Не выведет Да выражаю Большую надежду Что как-то больше информации Больше сведений Будет поступать по этой теме Потому что Ну порой Хуже ничего нет Чем неведение И неопределенность Я считаю Сфера ЖКХ Она является Самой важной Самой важной Если мы не берем Детские сады И образование Среднее Это самое Потому что Это касается Абсолютно всех Конечно Там по дорогам Не все ездят Не все являются водителями И это второстепенно Ну не первично По крайней мере А ЖКХ сегодня Она впрямую влияет Как на уровень На уровень доходов На понятие Такое как бедность И так далее А у нас В этом просто полный бардак Нет учета Нет инвентаризации И с управляющими компаниями И все в порядке До сих пор их никто По ранжиру И по весу И по жиру Не расставил Хотя предложения были И самое главное Сегодня в администрации города Кроме Шульгина В моем понимании Нет ни одного человека Который бы принципиально Вгрызся И входил бы в этот вопрос И готовил какие-то предложения Их сегодня нет Вот Похвалили Илью Вячеславовичу Ну Илья Вячеславович Я хочу сказать Что Илья Вячеславович Себя закопает Я как специалист в управлении Хочу сказать Что Илья Вячеславович Да Он там на заводе работал И так далее Но Он просто закопается Без команды Это у него должно быть 5-6-7 замов Притом 2-3 должны быть Железные замы Которые Спокойно его могли бы заменить То есть По уровню компетенции Должны быть такие же И сегодня такого нет Я вижу Что он то нет вопроса Что он проводит там Какие-то совещания Круглые столы И он не может добиться результата То есть команда Это не едет По объективным причинам Если он не наймет Какого-то человека Чтобы ему рекомендовали В кадровых вопросах И в вопросах Как управлять Как эта должность Должна называться В администрации Человека Который будет рекомендовать Кого принимать на работу Погодите На общественных словах Есть специалисты по кадрам HR специалисты Да Можно так Можно так То есть у нас К сожалению В Кирове это не развито Но я знаю многих людей Которые хорошо разбираются Мало того Я готов кого-то Я не сам этим пользуюсь Я всего лишь депутат И там в определенной сфере Я имею компетенции Но у меня куча Экспертов На добровольной основе Которые мне там Подсказывают В сфере В частности энергетики По дорожному покрытию В сфере Например Образования В сфере медицины В сфере промышленности Какие-то Есть вопросы Если не знаю То есть Я пользуюсь Честно говорю Экспертами Мало того Самый простой вопрос Я бы вот У нас глава Департамента образования До сих пор висит Да это должность Петрицкий Я знаю что В поиске По этой позиции И не могут найти Но я тогда бы Собрал учителей Города Кирова Самый простой способ На месте Валерий Вячеславович Сказал Слушайте Мне нужен достойный Кандидатур Две-три кандидатуры На главу департамента Да учителя знают Кто это сможет Кто Кроме Зачем нам ломать голову Политикам Депутатам Есть экспертное сообщество Профессиональное Учителя Кто лучше их может знать Кого поставить И не забыть спросить Анатолия Михайловича Чурина Конечно Анатолий Михайлович Подскажите нам Человека Который готов возглавить Городского департамента образования То же самое Кого взять Замом по инвестициям Слушайте Ну у нас есть там И практикующие В хороших фирмах Талантливые люди Которые Понимаете Работа Сегодня Мы не всегда можем По зарплате Самого высокого По компетенциям А предложите Кстати Зама по инвестициям Он прям сейчас В прямом эфире Ну сходу Понимаете Вот тут есть такой момент Я знаю Я знаю 3-5 человек фигур Но Я без их согласия не могу Они потом скажут Зачем нас подставляешь Понимаешь То есть они работают сегодня В крупных компаниях Но я вот знаю Там с двумя Например разговаривали Они готовы Попробовать Смотрите Сегодня мир Он не только деньгами меряется И зарплатами Вот например Мне нравится В основном к сожалению Согласен Но например Илья Вячеславович Чем отличается Я тут смотрел Его видеоролик интересный Он сказал Что для меня это вызов То есть личностный вызов Который дает возможность Кучу трудностей Кучу преодолений Но он дает возможность роста Это вы имеете ввиду Видео Где они гуляют Да С Ильей Варламовым С Ильей Варламовым Совершенно верно То есть он это правильно говорит Я например сам такой же То есть Некоторые когда люди говорят А какие деньги я получу А я четко чувствую Что в некоторой степени Твоя реализация Ты в это время растешь Я всегда помогал И помогаю И в какие-то сферы влажу Потому что И без всяких денег И никаких там Преференций себе не ищу Потому что Слушайте в это время я расту И получаю кайф От проживаемого нового дня И шульгин такой Но теперь осталось Найти таких же людей Для которых Вытянуть город Из болота Понимаете Слушайте Это на всю жизнь останется Это как негласный Все стремятся к орденам Медалям к званиям А нужно стремиться к тому К авторитету То есть послужили людям В городе Это такая служба Ты получишь авторитет Который не слился Никакими деньгами Непочетными государственными званиями А уважение людей И ведь мы же знаем В образовании В медицине В ЖКХ Есть авторитетные люди Безусловно В газовом хозяйстве В промышленности Которые пользуются Вот непререкаемым авторитетом А есть которые Медали навешивают Звания Почетный гражданин Город До области А знаете Авторитета у человека Откровенно нет Но политическая конъюнктура Существует Ох нелегкая Это работа Тащить город Из болота Нелегкая Но кто это вытащит Это почетно В народной памяти да Заживет Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы Именно с ним мы беседуем И это его особое мнение У нас подошло время рекламы После которой Мы будем говорить О человеке Который Поработал в сфере ЖКХ В том числе И которого сейчас Не может найти Правоохранительные органы Через полтора минуты Особое мнение На 101FM Продолжается наше общение С Владимиром Журавлевым Депутатом Кировской городской думы Ну что я сделал уже анонс О чем мы будем говорить Я думаю что все уже поняли В пятницу минувшую 30 числа Следком сообщил о том Что Есть подозрения В организации хищения 20 миллионов бюджетных рублей Это электронный проездной Центральная диспетчерская служба Но это все у всех уже на слуху В общем имею я ввиду Вашего коллегу По городской думе Дмитрия Никулина Найти его сейчас не могут Вот насколько на ваш взгляд Владимир Вениаминович Это прям вот точное попадание В возбуждение уголовного дела Я считаю В случае с Дмитрием Георгиевичем Он давно к этому пути шел Прям шел То есть рано или поздно Я хочу сказать В пятом созыве Так получилось Что я Я не был партийным кандидатом Но я В силу того Что там Союз промышленников Там Мамаевин Александрович Там Смирнов Завод директор Маяка АвиТек Сказали Слушай А давайте мы парня этого поддержим Потому что вроде беспартийный Но Человек как бы наш Я Ну парню 42 года смотрю я сейчас Я был вынужден Да я был вынужден Ну Внефракционная работа Мне не было второго депутата Независимого Который бы смог со мной Создать там фракцию И они поддержали меня Ну в принципе я дал согласие Вот На это подтверждение Ну как бы на это выдвижение Ну как бы поддержку меня Партии Единая Россия Я вошел во фракцию Единая Россия Потому что Ну там были в принципе И нормальные люди Там были и промышленники Там есть люди Которых я давно знал И Дмитрий Так получилось что мы С Дереким Георгиевичем Сидели на первом ряду Рядышком И я хочу сказать Что он всегда Очень огрызался Когда я Владимира Васильевича Критиковал Притом Владимир Васильевич молчал А он пытался там Таким образом Ну самая-то главная Причина была понятна Я видел Когда он Выступил инициатором Создания ЦДС Вот это Центральная диспетчерская Да-да-да Затем он перепрыгнул И вот этот вопрос С электронным проездным Он уже тогда плавал Я пытался там Выносить хотя бы Его на обсуждение Но фракция Единая Россия Мол куда мы пускаем Бюджетные деньги Да-да-да Что там есть Хотели обсудить подробно Уголовкой попахивает А они как бы Откровенно Фракция Единая Россия Под управлением Сначала Быкова Владимира Васильевича Потом Владыкина Валерия Николаевича Просто этого не давало вопросы Было даже до того Что там Быков меня например Пытался не пускать На фракцию Ну совершенно незаконно У нас такие были перепалки Там Ставил на голосование Фракция Говорил Вообще так-то это незаконно Вы меня не можете От процесса Ну я понимаю Что они хотели Какой-то там вопрос По центральному рынку Обсуждался Я внутри фракции Еще до Думы Пытался бы это Как бы Ну критиковать И говорить Вот И Дмитрий Георгиевич А потом когда он ушел В Ленинскую управляющую компанию И там начались вот эти А это же все Дело знаете Слухи ходят Помните Он выписал Ушел в отпуск Себе миллион рублей Выписал 900 с копейками Потом это уже По проверкам счетной палаты Не помню Чтобы такая информация Была покрыта Управляющая Ленинская Управляющая компания Куча проблем То что мы знаем То что доказано Чересчетную палату Да Городскую Он себе выписал 900 тысяч отпускных Плюсом к отпуску Это та Которая 270 миллионов Была должна За теплогенерацию Кому она только не должна Да 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 И он получат Он что хорошую руковолюбель Откуда его взял Кто вообще его туда поставил Затем Когда он уходил Увольнялся 6 миллионов он получил золотой парашют. Слушайте, извините меня. И тогда Перескоков, я обратился с письмом, попал к нему на приемы. А ты тогда еще был главой администрации? Конечно. И тогда, помню, в апреле, это или 16-го, или 17-го года, 17-го, наверное, года, или 16-го, он издал, что там золотые парашюты. Ну, представляете, а я главе администрации не обидно, какой-то непонятно кто, какая должность человека намного ниже главы администрации, и там близко таких зарплат нет. Как в свое время мы в департаменте образования, главный бухгалтер общественного питания получил, там себе начислил 150-160 тысяч премиальных только, понимаете. Ну, это ни в какие ворота не лезет, это контроль, должно лежить на голове администрации. Но, я считаю, глава администрации Перескоков, Александр Викторович, меня не услышал. Я сказал, вот уголовное дело. Я вижу, основные компоненты, как всегда, я Перескокову и Быкову говорил. Ребята, то, что с Парком Победы, это вы сейчас в гражданские суды путем махинации определенных, вы идете, я как юрист вижу, что здесь состав будет закончен. Это вы имеете в виду те процедуры? Продажа с 338, я говорю, люди пытаются. Областная прокуратура обжаловала, встали на сторону прокуратуры, потом обратно. Это было временно. И вот показалось, что как только его продали, состав выполненный. И когда, знаете, некоторые сомневаются, говорят, ведь не посадят. Я говорю, ребята, состав выполнен 100%. Я считаю, что в прокуратуре, у них же еще, понимаете, их задели тогда через гражданские суды, они знают, откуда, где, чего течет. Они знают всех фигурантов этого дела. Что глава администрации Перескоков, да он прямое отношение имеет к этому. Говорят, что он не подписал договор. Слушайте, если подписал кто-то из его замов, значит, они несут ответственность. Когда о парке победы говорите. Мало того, да. Когда, если Александр Ильич в это время ушел в отпуск по каким-то причинам и подписали специально, то тогда он по возвращении, видя такое, и мы озвучивали этот вопрос, он должен был отменить куплю-продажу. Согласны? Он должен потребовать или там обратиться о расторжении в суд на невыгодных условиях. Но он молчал, и я знаю, что там и прокуратуре, это тоже известно, какие движения там были в судах, кто с кем договаривался, там еще должно, я не знаю, вот всплывет это в суде или нет при разбирательстве, но там очень много моментов и таких. Просто это настолько нагло, они обнаглели. Мало того, хочу сказать, что нам еще удалось с помощью прокуратуры областной, центральный рынок по той же схеме не отпустить за копейки. Только сейчас не выходите в центральный рынок, времени очень мало остается. Теперь подбитый Георгиевич, по Ленинской управляющей тоже будет уголовное дело. Вы уверены? Уверен. Мало того, это ему еще добавит эти эпизоды. Плюс еще по автотранспортному предприятию. Вы в курсе, что автотранспортное предприятие или Ленинская управляющая компания давали займы, или совместные Ленинская управляющая давала АТП, а АТП давала Ленинская управляющая займы? Я помню, что ваши коллеги в том числе говорили о том, что серьезная закредитованность у АТП. А АТП у один из учредителей Ленинской управляющей компании. Там были такие махинации, которые, в моем понимании, некоторых депутатов. И Дмитрий Георгиевич был представителем в Совете наблюдательном. Например, господин Журлева, который я пытался несколько раз в Совет войти, АТП, меня туда никто не продвинул. Представляете, я просился и в горле электросеть, я просился в горле Руманстроена, они понимают, что там принципиально начнут копать. А поставили тех людей, которые послушаны. Вне были такой, не свой, что называется. Угроза для системы коррупционной. А там были Сергей Борисович Медовиков. Деструктивный элемент. Ну, наоборот. Для системы. Для их системы, я имею в виду. Сергей Борисович Медовиков был. Дмитрий Георгиевич Никулин. Вот сейчас я считаю, там и по первому фигуранту то же самое. Вот уголовное дело, там есть по АТП разные махинации. Есть такое подозрение, что там вот это, когда покупали вместо дизеля печное топливо, да. И там есть вопросы с кредитами, с продажей имущества. Когда, например, в АТП там продали имущество. И я думаю, что, может, Митрий Георгиевич тоже подписал это, находясь в совете директоров АТП предприятия. Представляете, у нас там есть на производственной было у АТП имущество. Они, АТП принимают решение отремонтировать крышу за 7,5 миллионов. А это объект порядка, ну там 600 или 800 метров, да. Там автосервисы, автомойки на хорошем месте. Большое хозяйство, да. Представляете, 7,5 тратит муниципальное предприятие. И буквально там через 4 месяца продает весь объект за 7,5 миллионов. И у нас есть такое подозрение, что та фирма, которая купила, ей заплатили за крышу. И вот сейчас должна быть проверка. Мы проим, сейчас отремонтируем крышу или нет. А визуально, когда вот ходили смотрели, что крышу никто не ремонтировал. Там какие-то были чисто косметические. То есть мы им, представляете, АТП отдало им 7,5 миллионов за ремонт якобы. Они через 2-3 месяца все здание на эти же деньги купили. Представляете, вот такие схемы у нас в муниципальном хозяйстве. Пара минут остается. Я понимаю, что у вас информации очень много. И если к вам правоохранители обратятся, вот я сейчас рекомендую. Я скажу по секрету, про какие уже прорабатывают эти вопросы. Подождите, я хочу просто сейчас задать вопрос. Возвращаясь все-таки к этому конкретному делу про электронный проездной, ЦДС и так далее. Просто и дураку понятно, что называется. Цепочка же проследуется. Кто сейчас за решеткой? Ну, в СИЗО я имею в виду. Ганьба, главный инженер. Рыболовлив, который при Никулине был его заместителем. Никулин в поле зрения попал. На ваш взгляд, эта цепочка будет продолжаться? Еще выше? Ну, я считаю... И в кого там, в конце концов, может упереться? По моей информации из источников, смотрите, там те люди, которые получали от этого корыстные, да, какие-то финансовые средства, от этих сделок, от махинации, это как раз эти три человека. А получали в смысле, кто был в доле, что называется? Да, кто был в доле, кто получал преференции. Вот это как раз эти три человека, по мнению следствия. Людей просто так не арестуют, понимаете, да? Сначала их задерживают, а потом арестовывают. Вот эти три человека, по мнению следствия и по моему мнению, в том числе. То есть, есть же такая информация. У меня много информации той, которую надо проверять, и я никогда ее не озвучу в эфире, если у меня твердой уверенности. По АТП, вот по этому случаю, мы уже на администрации и на депутатских группах это прорабатывали. Это является предметом рассмотрения и возбуждения уголовного дела. И вариант вот по бывшему депутату Сергею Брисовичу, там то же самое. Вот сейчас крутят, вертят, смотрят и по этим. Владимир Владимирович, я просто что имею? Я просто догадку сейчас хочу высказать или, не знаю, предположение. Я имею на это право, да, как любой гражданин Российской Федерации. Просто проворачивая такие схемы, 20 миллионов рублей, директор предприятия, он вроде как должен быть, наверное, уверен в том, что, ну, кто-то свыше-то еще должен быть. Ну, я хочу сказать, что крышевал у меня и господин Дмитрий Георгиевич надеялся и всегда говорил всем, и мне неоднократно говорил, что Владимир Васильевич Быков, но я, кстати, вот по этому делу у меня нет информации, что Владимир Васильевич Быков конкретно себе что-то получал. Но то, что он не давал ход, так это я неоднократно по ЦДСу и по электронному правилу, но я пытался прямо на Думе и на комиссиях поднимать вопрос, но всегда большинство голосовало против, поэтому вот это крышевание. Давайте посмотрим протоколы голосования. В протоколах отслеживаются, какие предложения вызывают депутаты. Что ставят на голосование? У меня доказательная база, она простая. Ее, кстати, уже используют. Она уже есть в распоряжении, да, правоохранительства? Конечно, и тут, знаете, как бы ни для кого не секрет, что вот это дело, в том числе и по ЦДСу, и оно и по АТП, и по Ленинской, они связаны напрямую там. В вашем понимании это можно объединять уж, если так уж предполагать. Ну, не совсем объединять, дела разные, преступления, составы разные. Но формально все объединяется, все объединяется нагрузка, ту, которую вот скоро, я думаю, что представят, она будет в этом виде. Я говорю об этом свободно, потому что правоохранители уже, вот они, дышат всем. Я считаю это безлорадство. Просто, знаете, ну, в жизни есть справедливость. Можно убегать от человеческих законов, от человеческой правоохранительной системы, но есть какие-то высшие законы. И считаю, что те люди, которые хотят там что-то поворовать или украсть, ну, давайте как-то жить, ну, мы не идеальные. Там никто не идеален, наверное. Ну, вот как-то так, ну, вот пытаться жить, ну, по совести, чтобы. Следствие разберется. А еще лучше хотя бы по совести не получается, по закону. Да, по закону. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, заканчивается на этом программе «Особое мнение». Спасибо, до новых встреч. Я думаю, еще в декабре встретимся до Нового года. Спасибо, до свидания. Да, как продвигаются многие вещи. До свидания. «Особое мнение» на 101FM